Всем привет! И мы с вами продолжаем путешествовать по выставке растений, которая проводится 29 мая. Проводилась, вернее, когда выйдет эта часть, то выставка уже закончится. 29 мая она проводилась в ДК города Анапы по улице Крымской. Сейчас перед вами фиалочка, петушок, золотой гребешок. Это фиалки Тотиевой Марины. Посмотрите, как бы вы назвали эту фиалочку. Называется она Лягушонок. Я первый раз вижу Лягушонка. Красота какая! Там, посмотрите, мелькают еще и такой бледно-сиреневый цвет и белый. Но общий букет. Вот зеленые гофрированные цветочки. Очень красиво. А вот сейчас покажу фиалочку. Лучший подарок. Марина Тотиева не только коллекционер, но и селекционер. Я вам покажу чуть позже альбом с ее новиночками, которые будут уже предлагаться к продаже со следующего года или, может быть, даже на осенних выставках. оптимара. Букетное цветение. Листик 150 рублей. Есть вот, вижу листики 200 рублей. Так, что интересно. Показать колокольчики такие. Белый колокольчик с нежно-нежно-сиреневым напылением в центре. Называется «Царство фей». А вот еще один зеленый сорт. Это «Озеро лотосов». Написано «Спорт». То есть это не по сорту, но очень интересная расцветка. «Нарциссовый блюз». Какая интересная гофрированная розеточка. Так можно сказать? Или гофрированный цветочек. Еще один колокольчатый цветочек Лейла. «Рахат лукум». «Спорт» тоже написано. И очень часто «Спорт» тоже бывает интересным сортом со временем уже. Ну, не сортом, наверное, а спортом, но интересным, который сам по себе уже продолжает жизнь дальше. «Золотая радуга». И вот здесь альбом с новинками Марининой селекции Марина Токиева. Это, чтобы не отсвечивала, «Винтаж Роуз». Ну, правда, посмотрите. Интересная такая форма цветка. «Эльф». Чтобы бликов не было, показываю вам. Ну, конечно, интереснее гораздо будет смотреть, когда они уже будут представлены на выставке. «Живой цветок» и «Живой цветок». Насколько бы красивым не выглядела фотография, это все-таки фотография. Поэтому приезжайте к нам на выставке, будете самостоятельно выбирать цветочки и рассматривать цветение необычных, скажем, фиалочек. Дальше у нас «Царство суккулентов» Петриченко и Ирины. Самые-самые разные растения. Сейчас мы дойдем до визитки Иры. Ира всегда привозит и садовое растение весной. Суккулентов очень много. Самых разных и интересных у Ирины есть страницы в соцсетях, поэтому, пожалуйста, можете списываться и выбирать себе растение. Кто любит садовые растения, то вот внизу я показывала, там вот такая камнеломочка красивая, кальквиция, хоста, форзиция пестролистная, беричина, то есть много и садовых тоже. Дремиопсис такой яркий. Крупноцветковый молочай миля. Слышу, Ира рассказывает, как размножить пион, не выкапывая куст, не нарушая куста. То есть тут, получается, у наших цветоводов есть время и поделиться секретиками, и они это добросовестно делают. Это цветочное место бледновой Тани. Посмотрите, какая здесь шикарная хоста. Мы спрашивали как-то на предыдущей выставке, такой сорт продавался за 900 рублей. И есть гортензия дуболистная. Вот она, Акебия шоколадная лиана. У нее действительно цветочки пахнут с таким шоколадным ароматом. Кстати, вот пестролистная обелье. Таня, сколько обелье? Обелье по 350, по 400. Толичь поможешь? 350-400 абсолютно недорого. Там 3 грамма идет. Я же обещала Ире, что пришлю фотографию подофила. Сейчас пришлю. Вот так раз 5. И только тогда эти 3 грамма утрой башни расстояются. Если ты вот так разведешь, просто уже до 2, чтобы ты точно знал, тогда столько за 1 раза на год. Вот вперед была раньше, а не сухопопрестная. Это у Тани, у Тани бледновой папоротники. С адмиралом можно. Вообще, вообще супер. представители семейства Геснеревы. Ой, вижу, красивый маммэй. Тань, сколько там маммэй? Маммэй 3,5. Нужно добавлять три с половиной стоит филадендрон маммэй. Очень красивый, прямо такой большой кустик. А дозировки там это 20, а я отнесла. А я другие прилипательки. Ну, разница. Вот она хаканифлая. Обязательно. Нормально. А у Маспилан еще берет белокропу непросто. Маспилан, да? Сейчас еще Фуксию покажу пострюмку. Она скажет. Разбереться. Не кажется, что все-таки на это они не поведены. Да? Такая пострюмка. Все они разные фикусы. И у нас еще в центре. Места в центре. Суккулентики. Здесь много картосов, кстати. Хищники наши. Я в прошлый раз так невнятно сняла визитку, что было невозможно разобрать телефончик. А там, может, так и написано. Да, может быть. Сейчас мы высветим его и разберемся в цифрах. Сейчас. А потом хищников вам покажу. Вот четкость. 8, 918, 461, 7640. Правильно? Вот сейчас видно. Вот у меня блики были на телефоне. И там невозможно было рассмотреть цифры. И здесь продаются тиланции. Атмосферные растения. Красивые. Такие хищники. Красного сорта. Вот такой. Тут прямо такие капельки липкие блестят на листиках. Вот сейчас на съемке не видно. А так реснички и капельки такие, которые готовы уже добычу задержать своими липкими, такими своими выделениями. А вот это что такое интересное? Цифолозов тоже хищник. Это тоже хищник? Ой. Он тоже липкий, да? Нет, нет. Он просто там ловушка, кувшинчик. А, кувшинчик. А, вон он. Вот такой вот кувшинчик. Видите, какие самые разные. И вот такие вот. Вот такие, конечно, смотрятся такой, как диковинный цветок. Интересно. Ну и вот они, непентесы привычные нам. А вот так. Вот это еще раз. Сарацинья. 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 Она сложная выходит? Стоять должна в дистиллированной водичке все время зимой и летом и на южном окне или под киталом. Прямо в водичке, донышком? В водичке всегда должна быть в поддоне, да? Ой, слышали? Сарацинья должна стоять в водичке. А зимой должна водичка быть теплой? Нет, просто вода должна быть. Не обязательно. Вода должна омываться водой. Не обязательно теплая вода. Просто корни должны постоянно чувствовать воду. Очень красиво смотрятся. Такие стройные просто ножки. А, вот наша Лера. Лера у нас недавно приехала из Москвы, с московской выставки. Ой, какая красивая диффенбахия. Посмотрите, вот малыши. Лер, сколько такие? Вот такой вот. Девять с половиной. А та большая стоила сколько? От шестнадцати и выше. От шестнадцати и выше стоила большая. А вот такая диффенбахия девять с половиной тысяч стоит. То же самое, если контакты Леры интересуют, то спрашивайте в комментариях, я напишу. Ну, красотки. Красотки. С таким плотным листиком. Ну, а так, помимо этого, вот он, Dark Form Epipremum. Монстера, Альба и много, много деленочек, самого разного размера, роста. И вон они пестрые. Сейчас я обойду вот так. Вот они пестренькие монстерки, которые уже сейчас продают. И белые и желтенькие. И белые и желтенькие. Причем уже растущие такие череночки. Лер, а цены от пяти какие-то, да, были, по-моему? Нет, от пяти желтенькие были срезы, но сейчас вот такие вот от семи с половиной уже хорошо укорененные. От семи с половиной с желтой варигатностью, а от десяти, да? Да. А от десяти с белой варигатностью. Ну, с белой варигатностью вот я уже вижу прямо деточка. Видите? Десять тысяч. Ну, и вот такие. Монлайты. Скажите, почему это? Ой, по-моему, мы тысячах. Вот, у волосасиков хозяйка. Монлайты. Сэндапсус. Костренькие калатыеки. Лера, занята, не могу, к сожалению, спросить сейчас цены. Хила Бьюти. Это то ли Алаказия, то ли Каладио. Лера, а скажи вот для наших зрителей. От пятьсот рублей будут. То есть деленочки от пятисот рублей и выше. А вот эти Агламинки? От тысяча семьсот есть. Дома будут детки. Я просто не взяла, потому что не было возможности. Новый сорт Фламинго. Пингстар. Вот такой вот гибрид. Тысяча семьсот, да? Да. Тысяча семьсот. То есть тоже интересно. Черри Бэби от тысячи триста. Черри Бэби тоже покажем вам. Тысяча триста, да? Угу. Черри Бэби от тысячи триста. Там уже не одна деленочка, а гораздо больше. И то есть вот выставки у нас продолжаются. И продолжаются интересные растения. Здесь у нас место Вероники. Это многообразие цитрусовых растений. И вот спрашивали Метросидерес. А вот интересное что-то. Лайм Санта-Барбара красный. Такой прям. Ой, самый разный. Тоже телефон Вероники. Сейчас покажу вам. Лайм Санта-Барбара красный. Вот контакты Вероники. У неё самые-самые разные цитрусовые растения. А почему зелёные? Лаймы, апельсины, мандарины, лимоны и разного-разного сорта. Очень прощения, Мария. И вот здесь вот. Ну и в завершении тоже такое цветочное место, где есть визиточка и есть разные цветочки. Здесь пеппероми. Вот вижу драгоценную орхидейку. А сколько драгоценной орхидеи? Вот это, вот это. Лудизия. 150 рублей. Представьте себе. Драгоценная орхидейка. 150 рублей. Но кто её пропустил? Посмотрите. Кто здесь рядом? Приходите, заберите. Это вообще просто, просто вообще даром. Здесь вот такие самые разные телодендроны. И вот с таким, с резными листиками, с жёлтыми, и монстерки, и лемон, лайм, и всякие разные. И цены тоже. Вот это у нас Бурли Макс, наверное, да? Бурли Макс. А сколько стоит? 400 рублей. Варегатный Бурли Макс. А вот это карамель или Джангл Буги? Или карамель, или Джангл Буги. Но с таким резным листом сколько стоит? 800 рублей. 800 рублей. Ну и много-много самых разных сингониумов. Вот контакты Людмилы. А там уже, если заинтересовали кого-то, растения можете спросить Людмилу. А вот это у нас, наверное, что это? Белая принцесса или Вайт Кнает, или что такое? А, или это Монстера, да? Монстера. Я за филадендрон приняла. Вот она. А стоит сколько? 1000 рублей. 1000 рублей. Посмотрите, какая беленькая пестрота. Так что, друзья, в Анапу мы приезжаем один раз. По-моему, осенью у нас не было что-то выставки тут, да? Мы только весной сюда приезжаем, в Анапу. Или осенняя тоже, в смысле зимняя тоже есть. Короче говоря, весной всегда фестиваль цветов проводится в последнее воскресенье мая. Поэтому запоминайте, приходите и найдете тут все, что ваша душа пожелает. Все. Пока. До новых встреч.